Несмотря на то, что большинство наших водителей переобули свои авто, не дожидаясь 1 декабря, когда зимние покрышки будут обязательными по закону, стоит помнить, что помимо этой меры предосторожности существует еще целый свод правил о зимнем вождении. Так, например, не лишним будет помнить, что на асфальте тормозной путь автомобиля на шипованных шинах увеличивается на 10%. А перед тем, как выезжать в город в настоящих зимних условиях, специалисты рекомендуют покататься по заснеженной площадке, прочувствовав, как ведет себя автомобиль при экстренном торможении, разгоне и резких поворотах. Если вы не уверены в себе, то, возможно, первые дни после выпада снега не выезжать сразу на дороге, а пару дней, возможно, подождать и поехать куда-то на какую-нибудь площадку и немножко попробовать свою машину, то есть как она себя ведет в зимних условиях. Потому что со своей практики могу сказать, что очень часто в дороже транспортные происшествия попадают в первые снега именно профессиональные водители, которые думают, что они очень хорошо умеют справляться с любыми ситуациями. Полиция также напоминает, что зимой машина требует особого ухода и регулярного осмотра. Все технические жидкости в вашем авто должны быть соответствующим индексом вязкости и температуры. Следить нужно и за тем, чтобы не замерзла жидкость стеклоомывателя. Рекомендуется также как регулярная проверка давления в шинах, так и прогрев двигателя перед началом движения. И, конечно же, очень важно избавиться от летнего стиля вождения, строго соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Однако не переусердствуйте, чтобы не спровоцировать других водителей на обгон и создание аварийной ситуации. Нужно снизить скорость это раз. Сразу скажу, что разрешенная скорость это не обязательная скорость, особенно на скользкой дороге. Увеличить дистанцию, быть терпеливым к другим участникам дорожного движения. Естественно, в такой вот темный период, когда нету снега, а ночи уже очень темные, значит, очень чистыми должны быть наши стекла, осветительные приборы, потому что пешеходов без отражателей очень тяжело заметить. Из всего этого и складывается безопасное зимнее вождение, при котором одно из главнейших правил не торопиться, ведь спешка в нынешних погодных условиях чревата дорожно-транспортным происшествиям. И не исключено, что с самыми тяжелыми последствиями. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.